Облачные технологии на службе у малого бизнеса Хранить и обрабатывать данные в интернете гораздо дешевле и эффективнее, чем в локальной сети, заверили организаторы Например, если вы уехали в командировку и вам понадобилась информация, вы всегда сможете скачать ее из хранилища в интернете Облачные технологии очень легко масштабировать Одно удаленное рабочее место, два, три, десять, двадцать, без разницы Ну, как я уже сказал, это безопасность Это помещение святая святых Ростелекома Например, на этом сервере лежат все данные, которые мы с вами храним в интернете Кстати, в помещении очень холодно, потому что здесь работает мощная система вентиляции Все это оборудование нужно постоянно охлаждать А на этом круглом столе говорили о теме более земной – создании промышленных парков в области Промпарк в Вятских Полянах, площадка Слободино и отдельный парк для производителей детских товаров В нашей области будет создано как минимум три промпарка Отчитался на круглом столе замгубернатора области Георгий Мачехин По плану, в Вятских Полянах в декабре уже должны запустить производство А в промпарк по индустрии детских товаров сейчас ищут резидентов Планируется, что в научной части будет порядка девяти лабораторий, которые будут разрабатывать инновации по всем этим направлениям Промпарк для тех, кто делает товары для детей, будет находиться в бывшем помещении мебельной фабрики «Лотус» И предпринимателям, которые хотят разместить там свое производство, нужно обратиться в корпорацию развития Кировской области Туда же советуют прийти и тем, кто захочет работать в Слободино Георгий Мачехин пообещал – зайти на площадку можно будет уже в этом году Привлекать инвесторов в нашу область в правительстве собираются не только созданием промпарков У нас скоро будет принят стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе Объявил на совещании замгубернатора Алексей Кузнецов Говоря проще, стандарт – это план действий для чиновников, что и как нужно сделать, чтобы привлечь инвесторов Например, утвердить инвестиционную стратегию региона и то, как планируют добиться выполнения поставленных в ней задач Представители бизнес-сообщества чиновников попросили при создании условий для инвесторов иностранных про Кировских не забывать В первую очередь, произнося слово «инвестор» подразумеваем либо именно регионального, либо зарубежного инвестора Не стоит забывать в первую очередь о тех предприятиях, о тех предпринимателях, которые находятся здесь, инвестируют в собственные средства Как в регионе помогают бизнесменам? Об этом глава Департамента развития предпринимательства Павел Ануфриев рассказывал членам Общественной палаты региона Участники комиссии по экономическому развитию узнали, сколько кредитов выдали предпринимателям в прошлом году и чему их научили Каждый шестой бизнесмен региона в 2012 году получил поддержку от Департамента развития предпринимательства Начал с хорошего Павел Ануфриев Сейчас действуют пять областных кредитных программ для малого бизнеса и ставки процента выгодно отличаются от банковских Получить кредит можно и под 4,5% годовых Правда, этой мерой поддержки уже не воспользуются те 8,5 тысяч предпринимателей, которые снялись с регистрации Из-за решения федерального центра о размере взносов во внебюджетные фонды И это решение – личная боль всех тех, кто помогает развитию малого бизнеса в Кировской области Кстати, кто именно ушел с рынка, в правительстве уже проанализировали Мы прекрасно понимаем, что не все из них осуществляли деятельность Мы анализ провели, 33% – это так называемые нулевики, то есть они формально числились, но деятельность не осуществляли Еще треть – это предприниматели, которые были заняты в сфере торговли Это такой известный способ ухода, оптимизации налогообложения, когда продавцы просто оформляются индивидуальными предпринимателями Но треть, кто ушел с рынка – это классический микробизнес Теперь перед ответственными за развитие малого бизнеса в нашей области стоит другая задача – доверие бизнеса к власти восстановить Как это сделать, чиновникам посоветовал предприниматель Сергей Данилян – следить за использованием бюджетных денег Бюджетные средства уже нагло стали разворовывать Я говорю, куда ни ткни сейчас, да, уже везде На уровне правительства Сотни миллиардов Вы знаете, в чем вопрос? Ну, естественно, какой предприниматель, это же на него как действует Он думает, давай я буду платить эти налоги, а там их сожрут Ну, это же неправильно И кировские предприниматели недовольны не только этим Например, они хотели бы пересмотреть форму поддержки предпринимателей и получать больше субсидий и грантов За это высказались больше 40% опрошенных бизнесменов Таковы результаты исследования эффективности муниципальной поддержки бизнеса А вот у директора Центра активного отдыха «Летучий корабль» Ольги Лобастовой претензия другая Если будет решен вопрос о долгосрочном договоре на землю Мы тогда строим основательные помещения, в которых уже современное мультимедийное оборудование Там вообще новинки, которые сейчас мы знаем, что они существуют Но это слишком дорого, чтобы внедрять их на один год, предположим А это уже другое исследование На итоговом заседании по форуму предпринимательства на Вятке Павел Ануфриев презентовал результаты опроса бизнесменов по теневому предпринимательству Выяснилось, что четверть опрошенных оценивает объем теневого оборота в 30-40% от реально существующего И каждый третий предприниматель считает, что если работать законно, не выдержишь конкуренции В каких отраслях максимально наблюдается концентрация теневого оборота? Первое место, по мнению респондентов, занимает сфера торговли Далее сфера лесопромышленного комплекса Как долю теневого оборота сократить, обсудили сразу после презентации Для тех, кто работает в тени, предложили ужесточить ответственность А бизнесу легальному пообещали советоваться при формировании экономической политики Кстати, в том числе и ради этого состоялся форум предпринимательства на Вятке Целый месяц представители власти и бизнеса обсуждали проблемы и искали пути их решения Чтобы бизнес не уходил в тень, президент ВТПП Николай Липатников предложил изменить законодательство Очевидно, что развитие бизнеса выходит в условиях стабильной и предсказательной ситуации в новом обложении Вычислить предложение указан на законодательность планеты власти В объединении моратория на принятие законодательства в этих актов, улучшающих ведение бизнеса на 40 лет Примут ли это предложение на уровне федеральном, покажет время А вот в области Кировской к пожеланиям предпринимателей давно прислушиваются, объяснил Никита Белых И экономическую политику этого года написали с учетом рекомендаций бизнес-сообщества В этом году, который, вы знаете, очень напряженный с точки зрения бюджетного процесса Мы направили более 100 миллионов рублей средств регионального бюджета на поддержку предпринимателей И также сделали заявку и ведем работу в Минэкономразвитии по привлечению дополнительных средств И думаем, что сможем привлечь порядка 350, может быть, больше миллионов рублей После этого заседания участники форума предпринимательства на Вятке примут резолюцию В ней соберут все пожелания бизнеса к работе органов госвласти И пожелания эти на бумаге не останутся, уверяют организаторы Все они войдут в программу работы профильных департаментов правительства Итоговое заседание форума предпринимательства на Вятке прошло, но сам форум еще не закончился Впереди осталась третья и самая сложная его часть – реализация чиновниками предложений предпринимателей Кстати, в году 2013 было реализовано более 80 новых проектов поддержки бизнеса благодаря форуму прошлого года Какие меры помощи предпринимательству появятся по итогам этого форума, узнаем в следующем году Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!